Доброе здоровье, уважаемые посетители моего канала! Серж Матвиенко прислал вот такие два фото с линейкой, вот такие вот, с такими вот гельбиками. Что он пишет? Здравствуйте, многоуважаемый Геннадий Петрович! Очередная очистка, я так думаю, что это не желчные камни, а окаменелые фекалии. Посмотрите сами, таких размеров, разве могут быть желчные камни? Ну, смотрите. Значит, смотрите, чтобы обратиться, можно так сказать, к авторитетным источникам. Вы возьмите сами и зайдите, допустим, в Яндекс, посмотрите, забейте желчные камни, какие они там бывают, и увидите сами, это может быть или это не может быть такими камнями. Далее, если вы не брызливые, не брызливые, вы можете эти камни взять, попробовать на ощупь. Насколько я вижу, они маслянистые, кал, каловые камни, они маслянистыми не будут, они маслянистые такие, воскоподобные и при этом они не пахнут калом, они пахнут несколько, совсем по-другому, так сказать, размяли, посмотрели, что, что и как. Да, каменеки большие, так как я в свое время, когда работал над чисткой печени и справлялся по разного рода справочникам, большой медицинской энциклопедии, что я там нашел, что желчные протопки могут расширяться, в некоторых случаях, до двух сантиметров в диаметре, и давление желчи может создаваться там тоже, что то ли атмосфера, то ли чуть больше, ну примерно таких этих. И если все условия соблюдаются, то все это выходит. Плюс, о чем это еще говорит? Это говорит о том, что процесс камнеобразования, вернее, не камнеобразования, а так называемых конгломератов, то есть камнями это назвать нельзя, а вот конгломераты, то есть сгущение желчи с включением различных там образований и называется конгломератом. То есть процесс образования конгломератов в организме того же Сержа, он не прекращается. То есть, да, почистили печень, все там, получили какой-то эффект, но коренного изменения в образе жизни, а именно в питании, которое бы делало желчь совершенно иной и не способствовало образованию вот таких вот конгломератов, не произошло. Поэтому организм продолжает их делать. И вот такие вот камни, если они долго находятся в желчном пузыре, они постепенно уплотняются, либо же забиваются вот разного рода такими плотными структурами, типа там известняка или еще чего-то. И в конце концов образуется твердый уже камень, что гораздо сложнее. Можно и твердый растворить, но это надо уже быть таким как светочек, знать, что что делать. Кстати, ну ладно, об этом не будем. А вот эти вот просто-напросто изгоняются такой вот чисткой. Травки побуривай, потом маслица. Удачное все это сочетание, так сказать, берет малышческих условий и все это полетело, как, так сказать, с этого. Поэтому здесь важно отметить, что процесс не изменился. Он течет также неправильно. И это все зависит от питания. Ну давайте почитаем, что он мне прислал еще в комментарии. А теперь вот как раз 14 часов назад Сергей Матвиенко написал, чистил кишечник и печень. Вот то, что вначале он прислал. Вышло до 40 камней разного размера и цвета. В январе, вот теперь, как я говорил, откуда это все получается? В январе увлекся сладким и воспалился кишечник. От него воспалилась спина и начала болеть. То есть уже человек начинает просматривать какую-то причинно-следственную связь. Это хорошо. Так я сразу начал чистку и четвероактивно чищусь, побуривая. Наконец-то созрел и начал понемногу читать ваши книги и не только. Ведь у меня целая библиотека. И Уокер, и Болотова, и Немуакин, и Бетейко, и Семенова, и много других, конечно, ваше бесценное знание. Я бы посоветовал начать все-таки с моих книг. С целительных сил или основ здоровья для того, чтобы у вас создалась целостная картина. А потом, так сказать, уже дошлифоваться там и другими авторами. Важно, как говорится, смотреть у корень проблемы, а не просто там какие-то, знаете, вот рецептики отдельные там такие. И вот после оцелительных сил либо капитальных основ здоровья у вас сложится уже общее понимание, что чё к чему. Тогда легче будет действовать. Так, есть мечта, я их все прочитаю. Знаете, прочитать, оказывается, думаю, что это вот много. На самом деле, всё это можно прочитать месяца за три, всё это можно прочитать, если действительно это им заняться. Так, завтра со спиной ещё буду дома. В четверг и сегодня ходил в баню. Конечно, ваши чистки – это прелесть. Ну, я всё говорю, это не мои чистки. Ну, если это бурево разработало, значит, бурево. Если масло с лимонным соком там у куреного было впервые описано, значит, у куреного. Чё тут, чё тут своё так хапать. Столько дряни выходит и самочувствие улучшается. Вот оно главное. Вот оно главное, что самочувствие улучшается. А теперь я, как, так сказать, ну, вы знаете, кто я такой, да? Смотрите, что вышло. В январе увлёкся сладким и воспалился кишечник, да? Он увлёкся сладким. Почему? Человек может в январе в холодное, сухое время года увлекаться сладким. Потому что, как правило, это сезон ветросухости и холода. И с помощью сладкого вкуса, сладкого маслянистого вкуса, вот эти неблагоприятные погодные влияния, их нейтрализует. Вот такое вот питание. Поэтому человек, естественно, увлекается. И, как правило, после зимы, что у нас идёт? У нас идёт, значит, великий пост. Вот то, что человек наел, там, пельмени, там, сметана, масло, там, сало, борщи, там, и все эти, там, вкусняшки, которые, как бы, и показаны зимой для того, чтобы противостоять этому. Потому что в Сибири почему любят пельмени? Потому что это тяжёлая пища, которая прекрасно противостоит суровому климату, там, холода и сухости. Но потом желательно, желательно, во время поста, попридерживаться для того, чтобы организм, естественно, избавился от лишних накоплений, шлаков и прочее, прочее. Вот, то есть, то есть, не надо вообще-то увлекаться. А если увлекаться сладким, то это должны быть естественные сладости. Например, я вот хурму ем, а вот халву не ем. Сухофрукты можно есть. А вот, допустим, сладкие булочки как-то я вот лично не особо там ем. И тогда будет нормальненько, смотря какое сладкое вы потребляете. Так, читайте моё в первую очередь, я дальше, если же это обязательно, Сержа пишет. И вот ещё посетитель написал, да, в первую очередь, книги автора канала остальные, как дополнение к этим знаниям. Правильно, игнорировать знания других или там информацию из других источников ни в коей мере нельзя. Надо разумно брать то, что вам подойдёт, или хотя бы откладывать это на будущее. На будущее откладывать, да. И я пишу как человек, который всех перечисленных вами авторов прочёл. А я не просто прочёл, ну, некоторых я это, одного, двух, может быть, трёх не прочёл. Но я-то делал свои книги на основе работ, прежних работ того же Шелтона, Уокера и других авторов. Но это не значит, что какой-то простой, как бы сказать, плагиат я у них там взял. А это всё творчески осмыслило, что, чего, куда, зачем это действовать. Знаете, как инструкция, вот это вот так надо сделать, а после этого вот так надо сделать, а после этого вот так. А в случае чего-то такого надо вот так вот сделать, и чтобы вы создали свою систему естественного оздоровления. Вот. Так что молодец, пользователь. Но прочесть всех нужно обязательно для понимания общей картины. А вот как раз для общей картины я вам и говорю. Это «Основы здоровья». Есть большая книга, её мало кто читал. Есть одна книга, её многие читали, я вот её там выложил. И есть, в конце концов, целительные силы, которые можно почитать. Это чтобы у вас общая картина сложилась. А, допустим, по отдельным дисциплинам здорового образа жизни и также натуропатического лечения есть очищение организма, есть питание организма, есть голодание, есть уринотерапия, есть закаливание водолечения, есть движение и так далее. Есть даже тут книжка про запоры, потому что это бич, какие бывают, как от них. Есть про онкологию, есть про здоровье позвоночника. Ещё добавьте работы Поля Брега, Джеймса, Амстерна, Жерода, обязательно Сабасян, Книпа, моё водолечение. То есть, вот всех этих я людей прошёл и взял от них то, что надо. И вы, естественно, пройдите и возьмите то, что надо. Ну, вот такой вот видосик по поводу письма от Серджа. Серджа, привет! Субтитры создавал DimaTorzok